Добрый вечер, новости на канале БТБ в студии Оксана Гуцайт. Президент Украины предложил будущей фракции блока Петра Порошенко поддержать Арсения Яценюка на должности премьер-министра при условии детального согласования коалиционного соглашения. Об этом глава государства заявил на встрече с новоизбранными депутатами. Многие из вас мне предложили выдвинуть от нашей фракции на должность премьер-министра Владимира Борисовича Гройсмана. Но я вам предложу, дорогие друзья, чтобы мы предложили на должность премьер-министра Арсения Яценюка. И объясню, почему. Сегодня страна как никогда нуждается в единстве. Мы должны сделать первое предложение, чтобы продемонстрировать, что очень ответственно относимся и к формированию правительства, и к содержанию коалиционного соглашения. Петр Порошенко приветствует достигнутые накануне в Брюсселе газовые договоренности между Украиной, Россией и Евросоюзом. Об этом глава государства заявил в ходе телефонного разговора с президентами Франции, России и федеральным канцлером Германии. В соответствии с договоренностями Министерство финансов Украины, Нацбанк и НАК «Нафтогаз Украина» начнут оплату российского газа. Такое поручение уже дал премьер-министр Арсений Яценюк в ходе заседания антикризисного энергетического штаба. По его словам, как следует из подписанного накануне трехстороннего протокола между Украиной, ЕС и Российской Федерацией, наша страна готова и к оплате ранее полученного топлива, и к оплате дополнительной закачки природного газа до конца года. Кроме того, премьер сообщил, что в случае одностороннего повышения цены на голубое топливо со стороны России, рассчитаться поможет Европа. Напомню, что согласно контракту цена была почти 500 долларов, 485 долларов. Мы зафиксировали цену на уровне вышеупомянутых, и в случае ее изменения у нас есть взаимопонимание с Европейской комиссией касательно того, что если Россия односторонне попытается изменить цену, как она это делала уже десятки раз, то мы тогда получим финансовую помощь от европейских партнеров по компенсации изменения цены. Пример также отметил, в части транзитного контракта между Украиной и Российской Федерацией соглашение предусматривает, что плата за транзит российского газа будет перечисляться на прямую нафтогазу. Никакие взаиморасчеты, как это предлагала российская сторона, применяться не будут. Международный валютный фонд и Европейский союз готовы предоставить Украине финансовую помощь для закупки российского газа и погашения задолженности. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер. Дипломат заверил, что ЕС принял ряд финансовых программ, которые позволят Украине приобрести 4 миллиарда кубов газа. Он также отметил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на топливо в размере 100 долларов за 1000 кубов. Поэтому цена на энергоресурс до марта 2015 года будет фиксированной и составит 385 долларов за 1000 кубометров. Украинская сторона, в свою очередь, пообещала погасить долг в 3,1 миллиарда долларов перед Россией до конца года. Представители Евросоюза поприветствовали достижение договоренностей по газовому вопросу. Они выразили надежду, что все стороны будут полностью соблюдать условия соглашения. Преимущество для Украины – это то, что она подтвердила себя надежным партнером Европы. Я уверен, программы помощи МВФ и Евросоюза будут правильно использованы Киевом для того, чтобы оплатить открытые счета по газу. Эти решения, которые мы приняли, обеспечат как энергетическую безопасность Украины, так и безопасный транзит газа в страны Евросоюза. Газпром готов возобновить поставки газа в Украину в течение 48 часов. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер. По его словам, сейчас этот вопрос зависит от предоплаты и погашения первой части долга в размере 1,4 миллиарда долларов. Он также добавил, что украинская сторона не исключает возможности увеличения закупок газа до конца года, превышающих заявленные 4 миллиарда кубов. Подписанный сторонами документ предусматривает поставки энергоресурсов лишь на зимний день. Центральная избирательная комиссия осталась обработать менее 0,3% протоколов о Кружкомовой. Как прежде, в парламент проходят 6 партий. Подробности и результаты последних подсчетов знает наш корреспондент Оксана Опрыжко. Она на прямой связи со студией с Центральной избирательной комиссией. Оксана, есть ли какие-то изменения? Ждем от тебя последних данных. Да, у нас есть некоторые изменения статистики. За последний час Центр избирком обработал еще 0,10% электронных данных из Окружкомов. Впрочем, в электронной системе выборы не достает еще 0,16% электронной информации. И, в общем-то, новая статистика, понятно, что не изменила рейтинг предварительных победителей. В минувших выборах их по-прежнему 6 и по-прежнему лидирует партия «Народный фронт» и замыкает шестерку лидеров партия «Батькевщина». Еще раз подчеркну, что итоги электронного подсчета предварительные. Основанием для принятия ЦИК и оглашения окончательных официальных результатов голосования на минувших выборах являются именно оригиналы протоколов с мокрыми печатями от Окружкомов. Сейчас члены окружных избирательных комиссий продолжают отчитываться перед ЦИК с оригинальными документами. Всего сегодня в ЦИК рассчитывают принять около 60 окружкомов. Еще, в своей очереди, ожидают 15. Среди тех, кто уже отчитался перед ЦИК, в том числе несколько окружных избирательных комиссий из Луганской области. Среди них также и избирательная комиссия из 112-го проблемного округа. Это город рубежной Луганской области, где были проблемы. В частности, некоторые члены избирательной комиссии после голосования пытались сорвать и саботировать процесс подсчета голосов. Как работало с членом этого окружкома и как их работу оценивают в ЦИК, предлагаю послушать далее. Они блокировали комиссию еще в воскресенье, когда приехали. Мы тогда не могли проголосовать ни одного решения. Потом блокировали и в пятницу, и в субботу. Но это было очень непросто. Просьба передать слова благодарности от ЦИК, всем членам окружной избирательной комиссии округа 112. Вместе с нашими наилучшими пожеланиями, а главное – мира. ЦИК принимает протокол округа 112 для рассмотрения и дальнейшей обработки. В сумме с ранее принятыми по итогу сегодняшнего дня, ЦИК будет располагать оригиналами протоколов из большинства округов, приблизительно из 170. И таким образом останется принять оригинальные документы еще приблизительно из 30 округов. Первичный прием протоколов, а также уточненные протоколы из 16 округов ЦИК планируют принимать и на выходных. Спасибо, Оксана. Это была Оксана Опрышко, наш корреспондент из ЦИК, которая рассказала, что в общем-то предварительные результаты уже известны. Теперь будем ждать официальных результатов парламентских выборов. Ситуацию в Донецкой и Луганской областях сегодня по телефону обсудили президенты Украины, России, Франции и федеральный канцлер Германии. Они повторно призвали боевиков немедленно прекратить огонь при мониторинге и верификации ОБСЕ. Договорились, что регулирование конфликта должно быть достигнуто с сохранением суверенитета территориальной целостности Украины, особенно в контексте псевдовыборов, которые террористы планируют провести на Донбассе 2 ноября. Парламентская ассамблея Совета Европы не признает эти псевдовыборы, так заявила председатель ПАСЕ Анбрасер. По ее словам, они нарушают Минский протокол, реализацию соглашения о перемирии и будут нелегитимными. Поэтому Брасер призывает российские власти придерживаться своих обязательств по Минским соглашениям и тоже не признавать результаты голосования, которые на Донбассе проведут террористы. Один украинский военный погиб, еще четверо ранен и за минувшие сутки в зоне АТО. Об этом сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. Он отметил, что боевики увеличили количество обстрелов и диверсий против украинских военных. Так в Донецком аэропорту и в районе Авдеевки из систем залпового огня, минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия террористы семь раз открывали огонь по позициям украинских военных. Продолжаются обстрелы под Дебальцево и поселком Тоненькое. Кроме этого террористы обстреляли позиции сил АТО в районе населенных пунктов Никишино, Углегорска, Ольховатка, Майорских, Красногоровка, Николаевка в Донецкой области, а также близ населенных пунктов Сокольники, Трехизбенка, Счастье, Крымское, Золотое, МИУС, Новогригорьевка, Попасное, Чернухино в Луганской области. Андрей Лысенко также сообщил, что в четверг удалось освободить из плена боевиков одного украинского бойца. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского актера Михаила Пореченкова за участие в терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. СБУ располагает доказательствами, что россиянин устроил сафари на мирных жителей в Донецке. Так заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. По его словам, Пореченков заплатил деньги боевикам за проведение этого сафари. Одну тысячу долларов за человека. 50 тысяч было заплачено, уточнил Лубкивский. Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что МВД открыла уголовное дело в отношении актера, который стрелял по позициям украинских военных в Донецком аэропорту. Въезд в Украину ему закрыт, и он будет объявлен в розыск. Госкино Украина одобрила запрет фильмов с Михаилом Пореченковым. АСБУ отменяет разрешение на распространение и показ фильмов, телесериалов с участием российского актера. Об этом сообщает украинская служба BBC со ссылкой на пресс-службу Госкино. Такое решение в ведомстве приняли после визита российского актера в Донецк. Министр культуры Украины Евгений Онищук выступает за внесение актера Михаила Пореченкова в список персонон Грата из 14 деятелей культуры. Также Министерство культуры будет добиваться снятия с эфиров российских сериалов, а также фильмов антиукраинского содержания и о силовых структурах Федерации. Каналы, которые далее будут транслировать подобный российский телепродукт, лишат лицензий. Эта комиссия, в принципе, запретила целый перечень фильмов, то есть дала рекомендацию каналам остановить и не выпускать в эфир эти сериалы. Касательно Пореченкова, это сейчас следовательная комиссия расследует. Мы ожидаем поддержки МВД. Начальником главного управления МВД Киевской области назначен подполковник милиции, замкомандир батальона патрульной службы милиции особого назначения АЗОВ Вадим Троян. Об этом заявил министр МВД Росановаков на награждение участников АТО орденами за исполнение гражданского долга. Также посмертно были награждены 69 работников органов внутренних дел и военнослужащие Нацгвардии. В свою очередь, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что каждый из участников антитеррористической операции сделал все для сохранения независимости страны. Патриоты, доказавшие в боях свою преданность в стране, пошедшие, которые пришли добровольцами, компетентные, смогут вместе со старыми специалистами, как это принято говорить, вместе с новыми молодыми ребятами, вырастить и выкастывать то новое качество милиции, которое мы все ждем. Без добровольцев, без тех, кто своим жизням готовы был закрыты. Без добровольцев, без тех, кто своей жизнью был готов защищать родную страну, мы не могли бы остановить врага. Я благодарен всем патриотам, которые добровольно пошли в ряды вооруженных сил Национальной Гвардии, а также созданным нами с министром внутренних дел Арсеном Аваковым специальных батальонов МВД, батальонов специального назначения, которые формировались практически за счет добровольцев. Министерство внутренних справ, батальоны специального назначения, которые формировались практически полностью только за счет добровольцев. Нацбанк Украины либерализовал требования к проведению некоторых валютных операций, которые были введены 29 августа постановлением номер 540. В частности, отменено временное ограничение на проведение операции в иностранной валюте по осуществлению расчетов по импортным операциям без ввоза товара на территории Украины. Также отменено ограничение по осуществлению платежей по импортным договорам, согласно которым продукция была ввезена на территорию Украины и осуществлено таможенное оформление на основании ввозной таможенной декларации, дата оформления которой превышает 180 дней. В то же время, для того, чтобы обеспечить надлежащий контроль со стороны уполномоченных банков за операциями резидентов относительно оплаты работ, услуг и прав интеллектуальной собственности, Нацбанк снизил порог документального подтверждения соответствия конъюнктуре рынка контрактных цен со 100 тысяч евро до 50 тысяч. Указанные решения приняты постановлением правления НБУ номер 685 и вступают в силу с 3 ноября. Национальный банк Украины Украины, приобретенные во время интервенции валюты и в случае нарушений банками правил интервенции, применяют к ним административные меры. Цены на валюту, энергоносители и драгоценные металлы дали. Я же с вами прощаюсь до 20.00. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»